Следующий вопрос у меня об организационном строении парки и рабочего класса. Значит, я думаю, что можно без видео, потому что видео на эту тему, достаточно большое, было записано с помощью Сибири Викторовича и выложено вчера-позавчера, где записан ролик «Судьба России и задачи рабочей партии». Причем ставлен вопрос о том, что цели у нашей партии не узкопартийные, мы не ради партии и не ради тех людей, которые уходят в партию, занимаемся партийной работой, а занимаемся партийной работой и всей этой деятельностью, в том числе и не всегда приятно, как мы сегодня значительную часть времени потратили на то, чтобы вытягивать товарищей, которые в ободе, можно сказать, находятся, а вовсе не впереди. То есть, поскольку вопрос стоит о перспективах и о будущем, тем более накануне съезда, который будет у нас 16-18 октября, надо снова поставить вопрос о наших программных задачах. А программная задача наша очень простая. Мы должны восстановить советскую власть, социализм, СССР и использовать эту власть для того, чтобы с помощью диктатуры пролетариата восстановить социализм и обеспечивать развитие социализма при диктатуре пролетариата до полного уничтожения клада. Так стоит вопрос. Если так стоит вопрос, то, значит, следовательно, самая центральная задача и долговременная задача – это создание соответствующих органов и организаций. Я думаю, что все понимают, что если на публичных предприятиях нету партийных организаций, то и профсоюзная работа у нас там будет плакать. Поэтому попытки такие как-то извне, со стороны, снаружи, инициировать работу профсоюзных организаций, они так слабые и не очень эффективны. То есть совершенно необходимо создание профсоюзных организаций на предприятиях, а значит для этого нужно хотя бы три человека иметь в качестве партийной организации. Значит, нам нужны первичные партийные организации нашей партии на фабриках и заводах, которых сейчас нет. Если их нет, то, следовательно, мы не сможем организовать забастовочную борьбу. Если мы не сможем организовать забастовочную борьбу, то нельзя сделать советы, потому что советы – это не просто избрание представителей разных коллективов, это избрание представителей забастовочных комитетов, которые имеют силу остановить производство и повлиять на весь ход события в всей стране. Если это не забастовочные комитеты, то мы можем сколько угодно рассуждать про Советы, про советскую власть. У нас и книги написаны, и в Красном университете мы это все преподаем, но мы должны стоять на реальной почве и говорить о том, что возможно и чего мы добиваемся и непременно добьемся. Поэтому наличие фабрики и заводских партийных организаций – совершенная необходимость. Это раз. Второе. Необходимо, чтобы у нас городские организации в крупных городах были опорными, то есть у них было большинство рабочих. На сегодняшний день в рабочей партии России ни в одной организации большинства рабочих нет. То есть они не являются опорными. В каком смысле не являются опорными? Нельзя опираясь на эти организации решить те задачи, которые записаны в программе рабочей партии России. Поэтому мы можем обсуждать, изучать эти вопросы в Красном университете, но мы рискуем превратиться с одной стороны в Красный университет и с другой стороны в газеты, которые имеют распространителей, распространяют идеи, и эти идеи доходят до трудящихся, но мир не преобразовывается. Поэтому понятно, что нам надо констатировать, что настоящее состояние организационной структуры рабочей партии России пока не соответствует тому, которое должно быть, и которое является для нее нормальным. Или другими словами, ненормальным. Ненормально то, что у нас нет обычных заводских партийных организаций. Ненормально то, что у нас только есть три городские партийные организации. Ненормально то, что если три городские партийные организации не являются опорными, нет большинства рабочих. И даже были попытки вот в этом как раз году вообще перевернуть всю ситуацию и руководящую роль рабочих в партии ликвидировать. Ну вот, будем считать, что партия от этого освободилась, эту задачу решила. Но мы должны не просто решить задачу в плане кого-то исключения, а в плане создания и строительства. То есть партийное строительство у нас не доведено до того пункта, который является достаточным для успеха нашего большого дела, ради которого мы все вступили в партию. И все вступили в партию не для того, чтобы только распространять газеты, читать лекции, сдавать экзамены, обсуждать в кружках и на семинарах в Красном университете интересные вопросы развития общества. Или даже вопросы обеспечения зубастовок, статичной борьбы. И даже получается, что мы обсуждаем, вроде бы все обсудили, а мы обсудили, что надо приостанавливать работу, если вам не платить зарплату. А пока у нас не получается, чтобы это в массовом порядке было. И поэтому получается, что у нас люди вместо того, чтобы приостановить зарплату и получить заслуженную свою заработную плату, ведут все хрочно. И тем самым содействуют увольнению своих товарищей. И вместо сокращения рабочего времени, сами рабочие действуют по буржуазному плану и участвуют в том, чтобы сократить количество рабочих, вместо того, чтобы сократить рабочее время и освободить его для подготовки коллективных действий, улучшать свою жизнь уже при капитализме. Но улучшать ее до такой степени, чтобы можно было осуществлять меры, необходимые для перехода к советской власти и к социализму. Я думаю, что мы должны это констатировать, что ситуация нормальная. Если мы говорим Ленинградскую организацию, то она состоит из двух частей. Есть члены Ленинградской организации. Вот если мы их только выделим, те, кто живут в Ленинграде и в области, и все равно у нас пока эта организация не опорная. В ней большинства рабочих нет. И люди, которые находятся на учете Ленинградской организации. Потому что кто-то должен это учитывать. И это, можно сказать, временная мера. Но эта временная мера не может быть постоянной. У нас не может быть такого дела, что у нас нет организации других городов. Причем у нас крупные города есть. У нас есть Новосибирск, есть Свердловск, есть Омск, есть Томск. Ну и так далее. Есть Владивасок. То есть у нас есть мощные и крупные города. В них есть крупная промышленность. Крупная промышленность есть в Москве. Там тоже не опорная организация. Нижний Новгород вроде бы еще и подтянул товарищей из Перми и из Самары. И тем не менее я поинтересовался у Александра Владимировича. Пока и эту нижнегородскую организацию тоже нельзя считать опорной. Нет большинства рабочих. Поэтому нам, при том, что у нас есть разные всякие большие успехи, которые мы отмечаем и замечаем, мы должны прекрасно понимать, что то состояние, организационное состояние партии, которое есть, не является нормальным. И долго находиться в ненормальном состоянии нельзя, потому что в противном случае вот эта ненормальность становится нормой. А вместе с тем, что ненормальность становится нормой, начинается некоторое гнигение партии. Тоже Рамазанов, яркий пример. Он из фабрично-завадских рабочих, с Урала. Вот он там мало действовал, один, одиночка. Значит, не смог он ни разу не приехать ни на СССР, ни на РФР, закис. Ну и в итоге он исключен. Поэтому у нас будет одни приходят, другие уходят. И вот этого движения, такого, которое надо, не получается. Мы должны прекрасно представлять себе ситуацию. Вот большевики имели в 17-м году, в апреле, я еще раз повторяю, в апреле, еще до того, когда еще был поставлен вопрос о социалистической революции, 80 тысяч членов партии. 80 тысяч. Ну а мы должны тоже, если мы собираемся решать все проблемы, которые мы поставили, тоже исходить из этих задач. Почему? Потому что великая идея рождает великую энергию народа. А если идеи будут у нас маленькие, сделать что-то такое полезное. Ну и организации будут такие маленькие. И настроения будут такие, чтобы что-нибудь хорошее сделало. Ну и слава богу. Поэтому нам нужно на это обратить внимание и поставить задачу. А задача стоит очень просто. Надо создать вовлеченно-заводские предприятия на всех крупнейших заводах России. Раз. Второе. Надо создать опорные организации во всех крупнейших городах России. Два. И тогда мы будем готовы к тому, чтобы сделать следующий шаг, к тому, чтобы начать широкую забастовочную борьбу. А это мы должны делать и сейчас, не ожидая, когда мы это все получим. Широкую забастовочную борьбу и создание Совета. Вот тогда можно будет говорить о переходе и восстановлении советской власти. И если мы это не поставим в практическую плоскость, и не будем эту цель рассматривать, и движение к ней не будем рассматривать в текущем даже порядке, как у нас идет продвижение, то мы будем топтаться на месте. И наша партия будет загнивать, а вовсе не развиваться. При том, что нам есть за что считаться, что сказать хорошего. И люди у нас хорошие, очень преданные. И интеллигенты у нас замечательные помогают действовать рабочим. И разъясняют все, и рабочие у нас соответственно, которые действуют. И тем не менее, мы должны понимать, что это партия. А партия имеет свои цели. А цель у партии – это политическая борьба. Эта политическая борьба должна завершиться с восстановлением власти рабочего класса, диктатуры флитриата и восстановлением социализма в России. И продолжится уже дальше до полного коммунизма. Какие отсюда вытекают выводы? Выводы такие, что нужно эту проблему решить. Я хочу сказать, что наша партия по составу такова, что она состоит из людей очень инициативных, очень преданных делу, очень толковых, очень надежных. Поэтому я думаю, что нам надо правильно поставить задачу. Я вижу решение этой задачи в следующем. Мы не можем кого-то обязать, как нельзя обязать сделать революцию. Нельзя обязать стать героем. Ни героем ТОС труда, ни героем Великой Отечественной войны. Никто никогда никого не обязывал совершать подвиги. Но перед нами стоит задача, товарищи члены партии, совершать подвиги. А подвиг в чем состоит? Мы с вами изучали диалетику. Я же тот, кто не далеко прошел, а дошел в изучение первого тома науки и логики до понятия конечного. Там конечное – это нечто взято со своей границей. И выход за границу называется долженствование. Тот человек, который ограниченный, то есть делает только то, что умеет, он так и скисает. Тот человек, который постоянно выходит за своих границ, он развивается. Поэтому у нас задача выхода за границу для танцования. Поэтому, как бы я это сформулировал, итог того, о чем идет речь, что партия должна создать заводские партийные организации, хотя бы из трех человек. Должна. Создаст, не создавст. Но она должна. В этом задача партии и в этом ее исторической миссии. Как вы понимаете, никто, кроме нашей партии, создавать это не будет. Мы можем, конечно, потребовать от буржуазной власти, но как вы понимаете, это смешно. Это наше дело. Это раз. Второе. Партия должна создать опорную организацию. Что нужно сделать для этого? Я вижу очень, так сказать, с виду, очень простое решение. Простое, арифметически очень несложно посчитать, что это будет тогда очень просто решено. Но вот если у нас есть товарищи интеллигенты, каждый интеллигент должен, считая своим долгом, привлечь в партию двух рабочих. Тогда эта проблема с голосованием в партии вообще решается. Рабочих мы всегда будем иметь большинство. И все, и меньшинство интеллигентов на партийных собраниях. И у нас этой проблемой вообще не станет. Ну, как считаете вы, товарищи интеллигент, если он интеллигент, то есть носитель знания. То есть он знает, как устроен мир, как устроено общество. Каковы перспективы общей классовой борьбы, как бороться идеологически, экономически, политически. Он может совершить такой подвиг, чтобы привлечь в партию. Ну, пусть этот подвиг будет не завтра, не послезавтра, в течение года, двух лет. Ну, трех лет. И привезти в партию двух рабочих. Привлечь. Привлечь, это значит, содействовать этому, побуждать и изобретать. Потому что, как это сделать? Если бы я знал, как это сделать, я бы рассказал. То есть, это же вот такая вещь, которая зависит не от лица, не от руководителей, не от должности, не от Центрального комитета. Она зависит от инициативы и от того, как товарищи проявят свою смехалку, мудрость народную, пролетарскую, рабочую. И как интеллигенты употребляют свое знание, чтобы привлечь в свои ряды, в нашу партию двух рабочих. Это вот, если это сделают товарищи интеллигенты. Как только интеллигенты это сделают, у нас сразу появятся опорные организации. Раз появятся опорные организации, мы можем опереться на них для того, чтобы создавать один за другим организаций в других городах. Второе, товарищи рабочие, они находятся на пабликах и заводах, они находятся в трудовых коллективах. Я думаю, что задача, которая стоит перед ними, а именно мы должны это рассматривать как долг, не как обязанность. Как можно обязать человека, но может у него не получиться. Это сложное дело. Я думаю, что если скомпенсировать всем, что я говорю, можно очень много причин найти и объяснить, что у нас это ничего не получится. Но вот если вы будете изучать историю Большевистской партии, биографию Ленина, биографию Сталина, там не было никогда никаких попыток объяснять, почему у нас это не получилось. Задача партии ставилась, ставилась задача сделать. Так же, это войну. Но если надо взять высоту, давайте будем долго объяснять, почему мы ее не возьмем. Никто этого не слушал. Брали эту высоту, ушли дальше в пику. Если надо было разбить врага, то его разбивали. Если надо было перетащить, перевести промышленность на восток, то его переначивали. Поэтому, чем это решается? И это решается противоречивой ситуацией, героизмом отдельных лиц. С одной стороны, говорит Ленин, что у нас это плохо, то плохо, то плохо, и это ничего не позволяет делать. С другой стороны, если мы это не делаем, то мы эту проблему не решим. И так и будет все время плохо, и станет еще хуже. Значит, как разрывается эта цель? Как разрешается это противоречие? Героизмом. А в чем состоит героизм? Ну, человек должен совершить подвиг. Вот в этом смысле наши члены партии, нынешние, такие есть у нас. И те, которые у нас хорошо очень работают, управляют инициативу. Они должны совершить подвиги. В чем состоит подвиг? Каждый рабочий наш член партии должен еще привлечь двух рабочих. И тогда образовать на своем, по крайней мере, предприятии, в своей организации, паближную, двоцкую партийную ячейку. Вот тогда можно будет и с профсоюзом работать. Пока у вас один человек, только член партии, ну, вы понимаете, это совершенно недостаточно, вы поднять в ВОЗ профсоюзной работы. И профсоюзы у нас потому милые, потому что они находятся под влиянием буржуазных партий. Если они находятся под влиянием буржуазных партий, и вокруг распространяется буржуазная идеология, у нас есть один человек, может быть, на заводе, член партии. И как он сможет создать профсоюзную организацию. То есть мы должны понять, что кроме того, что мы влияем как партия на остальное, мы должны внутри партии сделать движение к тому, чтобы партия организационно была правильно устроена. То есть две задачи, которые можно рассматривать как проект решения. Первое, что товарищи рабочие должны считать, а стоят долгом. Долгом считать. Не обязанность, а долгом. Привлечь партию как минимум двух рабочих и образовать в обрисную заводскую организацию. Как вы понимаете, снаружи это не получится. Снаружи мы можем агитировать, писать через все границы в электронных средствах массовой информации, выступать и так далее. Что мы и делаем? У нас пропаганда, дело поставлено. Газеты мы раздаем. Это все как раз все необходимо. Это приближает решение задачи, о которой я говорю. Второе, это авочки интеллигенты. Я считаю, тот интеллигент, который не привлечет двух рабочих, не доказал, что он интеллигент. Но если он интеллигент, значит, не признание, он должен изобрести, придумать, как привлечь партию двух рабочих, которые пока не партии. Потому что общее настроение, общая ситуация в России, мы на нее влияем. И своей пропагандой большой, которая есть, и своими действиями, своими выступлениями. Нельзя сказать, что нас не видно, не слышно. Люди, так сказать, к нам идут. И мы это знаем по каждому собранию. Но необходимо поставить и такие конкретные задачи. Итого, решение, которое я предлагаю, сводится к тому, что для того, чтобы перейти к нормальной, к той, что нормальной считать, организацию партии, в которой есть фабрично-заводские партийные ячейки РАКАС, опорные партийные организации в городах. А чтобы решить эту задачу, товарищи рабочие должны каждый привлечь не менее двух человек в партию. И каждый интеллигент должен привлечь тоже не менее двух рабочих в партию. И тогда у нас будут опорные организации в городске. И тогда мы будем готовы для уже изменения ситуации в обществе. А пока мы, если этого не сделаем, мы будем топтаться на месте. Вот, собственно, что я хотел сказать. Более подробно, можно сказать, я эту тему и не для членов партии, а вообще для трудящихся. Потому что мы, наверное, не для себя это делаем, а для народа, для трудящихся, для рабочего класса, для всей страны и, может быть, и для всего мира. Поэтому я в своем ролике, который выдал на гора Сергей Викторович Тюренев, «Судьба России и задачи рабочей партии», говорил о том, что помогать решать эту задачу должны трудящиеся, рабочий класс. Они стоят в сторонке и говорят, у вас ничего не получается, у вас не получится, у нас тяжело, нам трудно. А можно подумать, что если мы сейчас будем все члены партии подробно рассказывать, как нам трудно и что у нас болит, и что у нас не получается, я думаю, мы все в слезах, все утонем. И, так сказать, понятно, что мы вместо того, чтобы вытянуть страну, мы эту самую страну, так сказать, еще и поставим в положение, что она будет сейчас страдать и плакать, и требовать, или протестовать, как делает КПРФ. Давайте будем протестовать. Меня бьют, а я протестую. Меня все отнимают, а я протестую. У меня увеличивается рабочий день, я протестую. Ухудшает устое, то я протестую. То есть это пустое, никчемное отрицание. А у нас не отрицание, у нас с вами позитивное движение вперед, и, естественно, позитивное движение является отрицанием того, что ему противостоит. Поэтому вот мы это движение совершаем, успехи у нас есть. Мы прекрасно понимаем, что наша партия живая, действующая и боевая, и она вот теперь может поставить вопросы не только в плане обязанностей, но и в плане такого партийного долга. Каждый человек, который в партии находится, руководствуется программой этой партии, программной уже, не только уставу. Уставу, если кто-то не выполняет, то можно исключать. А вот если человек программу выполняет, так он должен программные такие вещи решать. И решать эти программные вещи надо решать, исходя из сути нашей программы, исходя из задачи восстановления советской власти. А то, что я сказал, вот эти меры о том, что должен сделать каждый рабочий и что должен сделать каждый интеллигент, я думаю, надо закрепить, будет еще и в решении съезда. И об этом подумать. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо, Михаил Васильевич. Михаил Васильевич, у вас есть какой-нибудь проект постановления? Да, это очень короткий проект. Это состоит в том, что... Сейчас я заступил, так сказать, сообщение сопредседателя идеологической комиссии по вопросу о нормализации структуры рабочей партии России, считать для каждого рабочего партийным долгом привлечь двух рабочих партий, а для каждого интеллигента можно привлечь рабочих партий, чтобы позволить создать фабрично-заводские организации на заводах и опорные организации в городах. Я бы предложил проголосовать. Мы же никого не обязываем, а долгом считаем. Поэтому я считаю, что такую вещь можно понимать. Ну, скажем, что бывает с тем человеком, который не выполнил свой долг? Ну, не выполнил, не выполнил. Не у всех получилось. Но долг-то остается. Вот он моральный, он партийный долг. Но без этого, без понимания того, что мы должны это делать, у нас не получится. Поступило предложение о партийном долге привести в организацию со стороны каждого интеллигента по два рабочих и со стороны рабочих. Также по два рабочих. Правильно? Да. Что необходимо для создания нормальной структуры партии? Да. Для создания нормальной структуры партии. Да. То есть мы как бы признаем, что у нас ненормальная пока структура. Так. Поступило предложение. Предлагается проголосовать. Товарищи рабочие. В чем поцелитель? Полностью за. Дмитрий с полностью поддерживает. Катинев за. Тимошенко за. Боев за. Тимошенко за. Никитин. Никитин. Урежь хержа. Идя на гласно. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok